Особое внимание председатель правительства уделил благоустройству муниципального образования. Вопрос комфортного отдыха горожан летом на первом месте. Детский пляж здесь оборудован спортивной площадкой и игровой зоной. Глава региона обратил внимание местной власти, что необходимо завершить благоустройство берега. В Центральном парке также есть видимые преображения. Ко дню города здесь уже запущен фонтан и установлена современная и безопасная детская площадка. Но место отдыха должно быть не только благоустроенным, но и чистым, отметил глава региона. Если бы раз в месяц проводить сандин, вот этого песка на полметра до бордюрного камня, его бы никогда не было. Никогда бы. Я понимаю, субботник, вышли с зимой, посыпаем дороги, никуда же она не уходит, все это накапливается. Вот тогда массово субботник вышли, помогли всем убрать, а дальше каждый должен заниматься своей территорией. Сегодня в городе благодаря инвесторам строятся спортивные объекты и жилье, создаются новые производства, что в немалой степени отражается на развитии экономики и социальной сферы Пагара. Кроме того, в этом муниципальном образовании совсем скоро будет построен цех по пошиву обуви и спецодежды. Тем самым рабочие места обретут 800 человек, а местная казна пополнится дополнительными налогами. На первом этаже мы планируем порядка миллиона пар в год производить. И на втором этаже у нас будет полностью швейное оборудование. А третий этаж мы будем использовать под раскроенный комплекс, ну и всевозможные вспомогательные службы. Для этого мы еще создадим здесь общежития, куда хотим, в том числе из соседних районов, привлекать население. Николай Денин высоко оценил действия и намерения инвесторов. Предложил на усмотрение компании обеспечить на фабрике рабочими местами и жильем беженцев из соседней Украины. Можно и сегодня выбрать, да ваше право выбора, понятно, мы это будем размещать и создавать. Это будет вообще хорошо. Поэтому дайте прямо в эту буроу совести. Потому что на первое время, наверное, нужно будет привлекать квоты и иностранную рабочую силу. Также Николай Денин посетил Погарскую школу номер один. По поручению губернатора будет оказана помощь в благоустройстве пришкольной территории. Татьяна Глазова, Максим Кузнецов. События Погар.